Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, события, которые мы рассуждаем в это воскресенье, принято называть событиями, началом страстной недели нашего Господа Иисуса Христа. И к этому периоду евангелисты уделяют особое внимание в своих Евангелиях. Например, евангелист Марк с событием страданий Иисуса Христа уделяет почти третью часть своего написанного Евангелия. А евангелист Иоанн уделяет этому почти половину из того, что написано во всем Евангелии от Иоанна, к событиям, связанным с страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Как известно, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим был за пять дней до праздника Пасхи, или за пять дней до Его смерти. Если мы читаем 12 главу, Ветхозаветнюю книгу, 12 главу книги Исход, мы находим, что Ветхозаветняя Пасха праздновалась в 14-й день месяца, а в 10-й день полагалось выбирать пасхального ангца, который хранился в семье, и затем все общество сынов Израилев должно было заколоть этого пасхального ангца. Поэтому Христос, агнец Божий, который должен был взять на себя весь грех этого мира, не случайно именно в этот день был представлен народу израильскому. И вот это событие, которое мы уже читали вначале, и коснемся и в первой проповеди, и во второй, оно происходило, знаете, очень необычно, естественно, как-то просто. И приготовления к этому торжеству были, знаете, как-то не так, как это происходило, если бы это касалось, знаете, въезд какого-то, может быть, победителя, царя, который завоевал какие-то территории, принес победу в свой город. Все было очень просто, здесь не было этих нарядных колесниц, не было боевого коня, не звучали фанфары и трубы. И кто-то из авторов, рассуждая в одной из книг, что то, что Христос попросил у людей, это был осленок, на которого из людей никто не садился. И даже не было, знаете, какого-то, может быть, дорогого, нарядного покрытия или покрывала, на котором мог бы сесть Иисус Христос. И этого не оказалось, друзья. Обратите внимание, и что было предложено. Ученики поселали свои одежды. Написано, Господь сел на этого осленка. Знаете, вид взрослого человека, сидящего на молодом осле, совершенно не представлял из себя этой, может быть, величественной картины, если бы это был боевой конь, украшенный, на котором восседает человек. И возникает вопрос, почему это так? Что за причины, которые побудили Иисуса Христа поступить именно таким образом? И ответ мы находим в Священном Писании. Мы сегодня уже читали Евангелие от Матфея, 21 глава, 4-й, 5-й стих. Еще раз напомню. «Все же сие было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъерьемной». Характерно, что этот текст, который мы с вами сейчас прочитали, взят из книги пророка Захарии. Это пророческое слово, которое пророк Захария сказал за 500 лет до этих событий. И обратите внимание, он говорит, что «Скажите через Сионовой, что должна услышать город Иерусалим, что должен был услышать народ израильский». Хор сегодня спел прекрасный гимн. «Царь, кто сей? Вот царь твой грядет к тебе». А теперь давайте сравним события, которые записаны в Евангелии от Иоанна. Как народ отреагировал и как народ воспринял это событие. Когда мы читаем, простите, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея только в 10-11 стих. «И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей?» И 11 стих, обратите внимание, слова народа. «Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Кто-то спросит, а в чем проблема? Почему вот такое различие? Принципиальная разница, друзья, в том, что Бог говорит народу, «Се царь твой к тебе грядет». А народ не слышит, народ не понимает, народ не узнает своего царя. И народ отвечает. «Сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Текст Священного Писания, который я хотел бы сегодня предложить перед нашей молитвой и кратко порассуждать вместе с вами, записан в Евангелие от Луки, 19 глава, будем читать 41 стиха и ниже, несколько стихов. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, но придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебя в камне на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Братья и сестры, в свою проповедь я назвал «Время посещения твоего». Это слова Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, как мы видим из этого яркого, вот торжественного, я бы сказал одновременно, драматического события, потому что сегодня больше звучат будут в нашем зале минорные мелодии, минорные ноты. Вот за этим, казалось бы, таким ярким событием, которое описывают евангелисты, я бы хотел сегодня обратить ваше и свое внимание на одну личность, самую центральную и главную личность – это Иисус Христос. И обратить внимание на Его реакцию, на вот это торжество, которое ученики радовались, восклицание, провозглашение, посылали ветви, одежды. Братья и сестры, какова реакция Иисуса Христа была? Вы знаете, меня больше всего потрясает. Нельзя пройти мимо слез Христа. Мы обратили внимание, да, что Иисус Христос, глядя, вот подойдя к этому, Он, смотря на этот город, Он заплакал о Нем. Нельзя пройти мимо слез Христа. Бог плачет. Мы не так часто встречаемся в Священном Писании, может быть, только несколько раз у гроба Лазаря, где Иисус прослезился. Но говорят о том, что оригинальный текст, оригинальный текст Священного Писания говорит о сильном сокрушении Христа. Он не был сентиментальным человеком, который плакал по разным причинам. Его растрогал и вид, знаете, вот внимание оказывал или вид этого торжества. Он не был таковым. Это были слезы, сокрушения, сострадания. Не принимают Мессию. Пришло драгоценное время для народа израильского, а народ отвергает. За то, что ты не узнал, время посещения твоего. Какая трагедия. Братья и сестры, мы все хорошо понимаем, что мы живем во власти времени. Жизнь каждого человека, она подчинена этому времени. Знаете, мы поем такой гимн, что время начальник строгий. Время бежит, бежит, или стрелка бежит, всех торопит, ведь каждого здесь остается жить. А мудрый Соломон, помните, он написал в книге «Экклезиаст» в третьей главе, что всему свое время, первый и второй стих, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать, насаженное. Позвольте еще одну очень краткую мысль о времени. Есть время, когда Бог посещает народ, когда Бог посещает семью, есть время, когда Бог посещает каждого человека, есть время, когда человек упускает эту драгоценную возможность. Христос говорит о жителям Иерусалима. Ты не узнал времени посещения Твоего. Кто-то мог бы сказать, может быть, здесь что-то не так, ведь Господь знал, как будут развиваться события. Ведь предсказано, ведь написано, что народ израильский не примет Господа, дабуд от падения. Ведь, может быть, нужно было спокойно сказать, ничего, все хорошо, все идет, согласно Священному Писанию, все будет развиваться в будущем. Для народа израильского время не пришло принятия, когда воскликнут даже те, которые узрят Его, которые пронзили, те, которые будут покаяться, покаяться целыми поколениями, как мы видим в Ветхом Завете. Тот же пророк Захария говорит об этом. Об этих событиях. Почему же тогда Иисус Христос так сокрушается? Ну, мы видим, что спустя несколько дней Христос подтверждает вновь свое состояние. Братья и сестры, я больше доверяю, склонен доверять Иисусу Христу, Его словам и Его слезам. Спустя несколько дней, Христос вновь обратится к городу к словам и сожаления. И Он скажет, «О, если бы ты...» Он не сказал, обратите внимание, когда мы читаем текст Писания, да? Он не сказал, «О, если бы ты в этот год или в этот месяц или неделю узнал, что служит к миру Твоему...» Речь не идет о каком-то большом периоде времени. Он говорит о конкретном дне. В этот день это было что-то особенное для тебя, для народа израильского, для города Иерусалима. «Если бы только в этот день ты узнал, что служит к миру Твоему...» И это не была первая попытка Иисуса Христа. Несколько дней спустя Евангелист Матфей 23 главе 37-38 стих вновь обратит внимание города на Иисуса Христа. И обратите внимание, вновь Он сожалеет и сокрушается. И Он говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избавляющий пророков и камнями побивающих, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птицов своих под крылья? И вы не захотели...» Братья и сестры, мы видим, какая ответственность ложится на целый народ, на город Иерусалим. Ответственность за предложенный Богом дар спасения. Христос, обратите внимание, «Я хотел». И это было неоднократно. Но вы не захотели. Не во всякий день можно легко принять мир, не во всякий день легко можно уверовать. Есть множество дней, когда люди упускают Богом предложенное время. Человек упускает Богом предложенное время для принятия спасения. Последний раз Бог говорил к народу израильскому, братья и сестры, через пророка Малахии. И затем наступает такой долгий период, как принято говорить, Божьего молчания, 400 лет, когда Бог не посылал пророков, не было живого слова к народу израильскому. И вот спустя 400 лет Бог вновь заговорил не через ангела, не через пророка, а через своего Сына. И вы помните, когда мы читаем евангелистов, они говорят, что служение Иисуса Христа было начато с того, что Он провозгласил и обращался к народу. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». Вот такова была проповедь. Простая, короткая, понятная. Он ходил поселениям, по городам и проповедовал Евангелие спасения. Интересно, что, когда даже пришли, Евангелист Иоанн говорит вот об этих событиях, что в это время, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, пришли елены. Это греки, да, они пришли, и они подходят к Филиппу и задают им вопрос, «Господин, нам хочется видеть кого? Нам хочется видеть Иисуса». Интересно, когда они сказали Иисусу Христу об этом, интересно, Христос отреагировал, Он сказал, «Пришло время прославиться Сыну Человеческому». Наступило это время, люди искали Иисуса, обратите внимание, настойчиво пришли, говорят, «Нам хочется видеть Иисуса». Пришло время для еленов. Христос нашел время для них, потому что Он говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому, и далее Он говорит о пшеничном зерне, которое должно умереть. Если не умрет, останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Христос говорил о будущей Своей смерти и радовался тому, что нашлись люди, которые искали видеть Иисуса. Дорогая церковь, дорогой слушатель, время посещения Богом, друзья, это не какое-то хаотичное что-то, это не случайное. Мы не можем назначить Богу время, назначить Ему, опойтен сказать, «Господи, я хочу вот сегодня обратиться к Тебе, я хочу сегодня прийти к Тебе». Бог суверенный, Бог назначает время, когда Он считает нужным, когда приходит время. Зададим коротко вопрос, как часто Бог посещает. Мы видим, для народа израильского был период, были посланы пророки, затем молчание, и затем Иисус Христос приходит, проповедует в городах, и никто не может упрекнуть, Господа Иисуса Христа, в том, что Он мало уделил внимания для своего народа, для города Иерусалима. Три с половиной года служения Иисуса Христа для своего народа, и приближается кульминационное время, и Он въезжает, как царь, мы читаем сегодня. Пророк Захарий за пятьсот лет об этом говорит, а народ спрашивает, «Кто сей? Кто это?» Это Иисус, пророк из Назарета. Какая катастрофа? Как часто Бог посещает человека? Иов когда-то тоже задавал этим вопросом, когда находился в особых переживаниях, в скорбях. И он говорит, 7 глава, 17 стиха, «Что такое человек?» Он задает, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое. Обратите внимание, посещаешь его, как часто, каждое утро. Иов говорит, «Ты посещаешь человека каждое утро». Далее он говорит, для чего Бог посещает. 33 глава, 14-16 стих, книга Иова. Бог говорит однажды, «И если того не заметят, в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо, запечатлевает свое наставление». Обратите внимание, Иов тогда уже ставил этот вопрос, потому что не понимал, не видел, закрыты были глаза, находился в особым обстоятельствах страданий, и он искал Бога, искал ответы для себя. Как Бог посещает, и для чего Он посещает человека, или какой-то народ. В этой же книге Иова, 33 глава, мы читаем с 18 стиха, «Чтобы отвести душу Его от пропасти, и жизнь Его от поражения мечом». Обратите внимание, внимание Бога к народу в целом, и к отдельной душе. Цена, которую народ израильский заплатил, страшная цена. Обратите внимание, Иов тогда еще сказал, чтобы отвести душу Его от пропасти, и жизнь Его от поражения мечом. Что стоило для народа израильского не принять царя в этот день, и не узнать время посещения? Возможно, будет голод, возможно, увеличится смертность, возможно, болезни начнутся. Обратите внимание, Иисус Христос говорит, «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего». История говорит, что в 70-м году военачальник Чит после 5-ти месяцев осаждения города Иерусалима вошел в город. Весь город практически был разрушен. Десять дней горел храм Соломона. И вся гора храмовая была перепахана. По некоторым оценкам, из-за голода, из-за противостояния, из-за страшной казни, которую совершали римляне, тысячами распинали вдоль дороги. Погибло в этот период около 1 миллиона 100 тысяч евреев. За что? Какая цена, братья и сестры? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Братья и сестры, слезы Христа имеют величайшую ценность. Это не просто так сентиментально он прослезился или был растроган. Внимание оказали. Он видел, что будет происходить более чем около 40 лет в 70-м году. Он видел страшные гори, бедствия и реки крови. И то, что храм, который предназначался для поклонения, его разрушили основательно. Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, обратите внимание, Он еще предпринял попытку. Он произнес свой суд в Доме Божьем. Он заходит в храм. И знаете, что Он делает? Помните, начинает выгонять всех. Говорит, что вы сделали своим храмом? Здесь время и место для поклонения, для жертвоприношения, чтобы люди приходили свою, и приносили печаль, скорбь, исповедовались, заколалась жертва у милостивления, и чтобы небеса были открыты для голоса народа вопиющего. Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Духовное отношение народа израильского определялось и отношением к Дому Божьего. Это величайшая трагедия. Нет хуже ситуации, когда Бог приходит, посещает народ или посещает человека, а человек не слышит. Грех ослепляет сердце, грех ослепляет разум, грех ослепляет совесть человека, ослепляет слух, и человек не способен увидеть, узнать время посещения. Почему еще евреи не узнали это время посещения Господа? Потому что они для себя уже нарисовали, они представили уже неправильный ложный образ Мессии, который придет и избавит их от израильского рабства, который будет кормить их хлебом, и который создает для них идеальные условия жизни на этой земле. Даже близкие ученики, которые были с ним три с половиной года, если вы помните, после распятия Иисуса Христа растерялись. И когда два человека, помните, и шли по дороге в Эмаус, рассуждая между собою, они такую мысль сказали, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Мы надеялись было, но наши надежды, не оправдались. Дорогой друг, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, какая величайшая милость Господа, что мы сегодня находимся в Доме Его. И я верю, что сегодня это событие, которое мы с вами говорим, оно может быть для кого-то из нас, находящихся в этом зале, или наших друзей, которые находятся с нами в прямом эфире, или которые будут смотреть наше служение. Это послужит большим благословением. Возможно, этот день и это служение, это время посещения Господа твоего сердца. И я говорю не только о покаянии и обращении. Братья и сестры, Иов говорит, что есть человек, что ты посещаешь его и посещаешь каждый день. Дорогая церковь, как Господь желает посещать нас с вами, посещать своими благословениями через общение в Доме Его. Как Господь хочет посещать нас, братья и сестры, через Его Слово, давая свою пищу, утешая. Как Господь хочет посещать нас с вами через общение друг с другом, через нашу молитву, когда мы находимся в предстоянии пред Господом. Это тоже посещение Господа, это Его благословение. Мудрая женщина Наиминь, она узнала день посещения. Когда мы читаем книгу Руф, помните, 1 глава, 6 стих, там написано так. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицкой». Почему она ушла? «Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им что? Хлеб». Бог посетил народ, и она оставила все. Нет никакой перспективы, она ничего не хотела связываться. И эти снохи, они с ней пошли. Особая была причина. Они услышали, обратите внимание, сердце этой благочестивой женщины было настроено. Хоть она была на чужбине, потеряла своих сыновей, но сердце было привязано к живому Богу. И когда она услышала, что Господь посетил народ и дал хлеб, она пошла туда. Братья и сестры, как часто посещает вас Бог. Может быть, наше сердце настолько уже черствое, грубое, что мы не способны слышать, когда Он предлагает нам свой хлеб. слезы Христа для нас сегодня являются большим свидетельством и большим предупреждением, но и большим благословением. потому что народ израильский, он отломился через неверие, через отвержение. Но мы, дикая маслина, привились на это место и стали этим причастниками этого корня, этой лозы благословенной. Пусть Господь благословит каждое сердце сегодня. Если для вас этот день времени вашего посещения в тишине вашего сердца, не упустите это время, как один автор сказал, не опоздай, склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная темная дорога вмиг оборваться может навсегда. Что бы это ни случилось, пусть Господь благословит Господь наше сердце и поблагодарим за Его посещение и в нашей жизни, и в этот день. Аминь.